Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю очень простое блюдо. Это закуска. Но, как всегда бывает, самые простые блюда требуют очень пристального внимания, для того, чтобы получились вкусными и отличными. У меня сегодня не блюдо, у меня сегодня будет закуска. Это закуска для дегустации, внимание, кукурузного самогона. Ссылочка вот здесь, сверху. Нет, вот здесь. Я очень люблю делать маринованные грибы. У меня два вида грибов. Вешенки и шампиньоны. Я их сделаю по одному и тому же рецепту, и мы будем дегустировать не только кукурузный самогон, или как я его называю, кукурузный дистиллят, а также и сами грибы. И узнаем, что вкуснее. По одному и тому же рецепту вешенки или шампиньоны. Очень важно правильно приготовить маринад. Мой маринад, когда он приготовится, получается очень вкусный, ароматный и насыщенный. Что для этого нужно? Есть два вида грибов. Шампиньоны и вешенки. Вешенки сорта Черный Принц. Я всегда выбираю такие продукты, которые мне очень нравятся. Вешенки очень маленькие, и это правильно, потому что я их не буду резать. Для маринада я использую хорошую сладкую морковку, репчатый лук, соль, сахар, уксус, обычный столовый уксус, кориан в зернах, лавровый лист, черный перец, душистый перец, и гвоздичку. Гвоздичку я беру и вставляю вот сюда, в луковички. Так я обычно делаю при варке бульонов. Можно гвоздичку замотать в марлечку вместе с остальными пряностями, так как я привык это делать, именно в лук, поэтому я делаю в лук. Для того, чтобы когда маринад приготовится, мелкие частички пряностей нам не попадались на грибочках, я заверну все зернышки в марлю. Дело в том, что грибы и шампиньоны, и вешенки, и любые другие грибы содержат в себе очень много жидкости, поэтому при нагревании они выпускают эту жидкость, которая превращается в сок. Для маринада я беру на 1 кг грибов всего 200 г воды. 200 г. Когда я кладу грибочки в этот маринад, то они полностью возвышаются над кастрюлькой, но через 10-15 минут грибы все в своем соке и начинают мариноваться. Морковку я порезал крупными колечками. Почему именно такими крупными? Потому что я буду мариновать грибы при температуре 90-95 градусов минут 15-20. Если морковка будет порезана более тонкими кусочками, она разварится, и когда грибочки будут готовы, ее просто нужно будет выбросить, она будет невкусная. Я закипятил воду по норме и высыпаю сюда морковку, кладу луковички, лавровый лист, все остальные пряности я заворачиваю в марлю и кладу сюда тоже. Соль и сахар высыпаю одновременно. Весь рецепт будет описан под видео. Маринад для грибов уже готовится на самой маленькой температуре. Через 5 минут я выливаю в маринад уксус. А пока я подготовлю грибы. Я их слегка обмываю. Реченки я просто разбираю на листики, а крупные шампиньоны режу на 2 или на 4 части в зависимости от размера. В этот раз не нашлось маленьких шампиньонов, которые были бы порционными, поэтому я буду их резать. Маринад, который я буду использовать для грибочков и будем закусывать кукурузный самогон, уже готов. Он очень душистый. Смотрите, вот столько мало его получилось. Вот эта кастрюлька будет для шампиньонов, это на килограмм шампиньонов, а это на полтора килограмма вешенки. Я вешенку не резал, а разделил на листочки, чтобы было вкуснее. Вот столько серединок у меня осталось. Серединки я не выбрасываю, я их сюда положу и они будут отдавать свой аромат для бульона и маринада. Если кому-то понравится их упругая текстура, он их тоже скушает, они будут очень вкусные. Я выкладываю в одну кастрюлю вешенки. Смотрите, сейчас они будут разрешаться над кастрюлькой и как кажется, что маринада будет очень мало. А в эту кастрюльку я высыпаю шампиньончики. Шампиньоны и крупные, и мелкие имеют свой особый вкус, поэтому один раз вы можете сделать маринованные шампиньоны молюсники, они будут совершенно другого вкуса, а в следующий раз сделайте покрупнее. Теперь самое важное. Для того, чтобы маринованные грибочки как закуска получились очень интересными, замечательной текстурой, главное, чтобы у них осталась их упругость, то есть, чтобы они были не переваренными, а такими упругими и их можно было с удовольствием кусать. Поэтому я оставлю обе кастрюльки на самый-самый маленький огонь, какой только можно сделать, и они будут медленно-медленно нагреваться и отдавать свой сок. Через каждые пять минут я их буду аккуратненько перемещать нижние слои наверх, а верхние на низ. Грибочки прекрасно маринуются. Посмотрите, вот это шампиньоны. Вы помните, сколько их было много, и вот столько они выпустили сока. Это настоящий, прекрасный, замечательный маринад получается. А вот это вешенки. Вешенки были настолько много насыпаны, даже крышка не закрывалась. Вот столько их осталось. Маринад густой, я их накрываю крышками, и они остывают при комнатной температуре. После этого я их убираю в холод, и там они будут стоять еще как минимум сутки. Привет, Привет, мои дорогие подписчики! Я рад вас снова видеть. Это не новое видео, это продолжение маринования грибочков. Дело в том, что вешенки, которые я сейчас скоро буду монтировать, у меня попались мелкие. А вот это именно тот размер, который мне очень нравится для маринования. И я специально их случайно увидел, купил и захотел сделать. И вспомнил, что видео еще не смонтировано, поэтому сейчас я буду эти вешенки тоже мариновать. Все будет очень быстро. Маринад стандартный, такой, как в описании. Но листики у грибочков очень крупные, поэтому я вот так беру и отламываю. Целиком вот такой грибочек будет мариноваться. Целый листик. Они очень легко отламываются по сравнению с теми, которые были мелкие. Будут очень красивые и вкусные. Смотрите, как это легко делается. Просто я испытываю удовольствие от того, что так хорошо листики отрываются. Вот. Я делаю каждый листик отдельно, укладываю их в маринад и поступаем так же, как и с теми грибочками. И потом посмотрим, какие они будут вкусные, уже когда приготовятся. Маринованные грибочки уже готовы. Они мариновались полтора дня. у меня два вида грибочков. Это вешенки и шампиньоны. И теперь внимание! Наконец-то долгожданная дегустация грибочков. Но для того, чтобы освежить вкус рецепторов, я использую необычный напиток. Сегодня это кукурузный дистиллят. Смотрите полное описание приготовления кукурузного дистиллята или кукурузного самогона. Вот здесь ссылочка скоро будет в эфире. А пока предварительная дегустация это кукурузный дистиллят и прекрасные грибочки. Нектар. Даже ничего не нужно. Но так как у нас дегустация грибочков, то мы будем кушать и грибочки тоже. Начинаю из шампиньона. Аромат. Аромат характерный маринаду для грибов с яркими нотками уксуса белого столового. Тонкие нотки гвоздики, черный перец, лавровый лист, остальные пряности слишком тонкие, чтобы их сразу можно было услышать. Текстура. Гриб достаточно упругий, но скорее всего из-за того, что размер гриба был не самый маленький, а средний, то уже сама текстура гриба не такая очень упругая. То есть нужно для того, чтобы кто любит очень хорошие упругие грибочки, брать маленький размер. Они не переварены, то есть текстура гриба немножко мягче не от того, что они долго провели в горячем маринаде, а от того, что грибочек уже немножко был взрослый. Но очень интересно. Теперь попробуем вешенку. Но перед тем, как мы ее будем пробовать, нужно освежить рецепторы, которые находятся мне на язычке. Для этого я использую кукурузный дистиллят. Как же он пахнет! Супер! Вешенка! Как я вам в начале видео показывал, вешенки я не резал, а разрывал на листики, то есть на отдельные части. Можно брать немножко крупнее вешенки, тогда у вас будут листики более крупные, но все равно даже все хвостики я оставил в маринаде. Так как для того, чтобы у нас был выбор, какой маринованный грибочек лучше, я использовал один и тот же маринад, поэтому аромат абсолютно одинаковый, если не учитывать то, что у каждого грибочка есть свой еще присущий ему тоже аромат. Абсолютно другая текстура. Сначала когда мы кушаем шляпку, она такая как будто бы мягкая, но в то же время упругая, но когда мы переходим уже к хвостику, там настоящая текстура грибочка, такой, который жуется, как будто дикий лесной грибочек. Вот как раз вешенки можно чуть-чуть крупнее взять грибочки, чтобы они были более упругие, но в этот раз не было слишком крупных грибочков. Вкус. Вот здесь именно почему-то, не знаю почему, но когда я кушаю вешенку, то я более отчетливо представляю, что этот гриб имеет вкус приближенный к дикому или лесному. То есть если сравнивать шампиньоны и вешенки, здесь такой более натуральный природный вкус, а шампиньон он более такой сглаженный, идет на одной линии, то есть без всплесков. Что же все-таки я выберу? То есть у нас был один и тот же маринад, два абсолютно разных грибочка. Какой грибочек мне больше нравится? Для того, чтобы подвести красивую красную черту, вот тем, что будет вкуснее, я использую прекрасный божественный напиток. Это кукурузный дистиллят. Очень скоро вы увидите полностью весь процесс приготовления кукурузного дистиллята. От зерна до дегустации. С каждой чарочкой вкус все больше и больше раскрывается. Но мы будем дегустировать шампиньоны. Этот кусочек шампиньона был маленький. Он как раз упругий, такой, как я люблю. Именно настоящая упругая, хорошая, где слышно текстура гриба. Но вкус он такой плоский. Я бы его назвал так. Теперь выберем что-нибудь отсюда. Здесь маленький листочек вешенки. если выбирать именно маринованный грибочек как закуску к любому крепкому напитку, то естественно, что полностью раскроет все нюансы напитка именно вешенка. Если у вас не будет вариантов и у вас будет просто шампиньон, вы скушаете маринованный шампиньон, это будет замечательно, это будет отлично, вкус будет благородный, потому что вам не с чем сравнивать. Но если у вас будет на столе две красивые тарелочки и в них разные грибочки, возможно, вы выберете именно вешенку, потому что на предварительной дегустации все члены жюри единогласно выбрали вешенку. Абсолютно разные по складу характера, по вкусовым предпочтениям, но абсолютно все выбрали именно вешенку. И не потому, что я приготовил ее лучше, а потому что действительно у вешенки более интенсивный вкус, аромат и она более брутальная. Я отдаю свой голос вешенке. Я вам всем желаю приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мое видео, пишите в комментариях что вы думаете об этом рецепте. Вот здесь ссылочка подписаться на мой канал, вот здесь колокольчик, нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале и самое приятное помните кухня это самое спокойное место.